В Нефтекамске почти в каждом дворе можно встретить так называемые ржавые подснежники, а то и не один. В основном это старые модели машин отечественного производства. Они не только портят пейзажи и мешают проезду специализированной техники, но и занимают парковочные места, которые всегда в дефиците. Эта «Волга» вот уже третий год стоит обездвиженная во дворе дома номер 36, дробь 2 по улице Социалистической. Машина одной из первых попала в очередь на эвакуацию. К моменту приезда специализированной техники, хозяин отечественного автомобиля нашелся в считанные минуты. По словам владельца, машина стоит здесь с тех пор, как он попал в дорожно-транспортное происшествие. Я не мог управлять машиной, из-за этого машина стояла на этом месте. Мне сказали, да, убрать, но я не могу убрать, у меня права просроченные оказались. Я сам не мог управлять. Заберу, найду кого-нибудь, друзей, перевезу в Косево хотя бы. Процедура выявления бесхозных транспортных средств началась в октябре этого года. В течение двух с половиной месяцев административная комиссия искала и информировала владельцев о необходимости перемещения машин в местах хранения. На сегодняшний день обследовано 52 автомобиля, из них признаны разукомплектованными 28. Все они в ближайшее время отправятся на специализированную автостоянку. Это стоянка муниципального унитарного предприятия «Нефтекамство» и заказчик, чтобы транспортное средство возврат также определен в порядке. Для этого необходимо подойти с документами в администрацию городского округа города «Нефтекамство», представить право устанавливающие документы на транспортные средства. Это СТС, договор купли-продажи, ПТС и иные документы. Соответственно, написать заявление о возврате. После уплаты всех расходов, которые принесла администрация при эвакуации транспортных средств, данные транспортные средства возвращаются в собственнику. Представитель административной комиссии напоминает, что не все автомобили можно признать бесхозными. В первую очередь требуют вывоза застоявшийся автохлам со спущенными колесами, отсутствием фар, лобового и боковых зеркал. Если владельцы эвакуированных машин не объявятся в течение трех месяцев, их автомобиль будет утилизирован.